Всем привет! Спасибо, что вновь зашли на наш канал в YouTube проект Индубай. С вами Анна и сейчас мы с вами, друзья, находимся на метростанции, которая выводит нас к Дубай Молу. Мол с английского переводится торговый центр, если вы не в курсе. Я расскажу и покажу вам про переход, который соединяет станцию метро и Дубай Молу. Пойдемте. Когда мы только приехали, этого перехода еще и не было. А мы приехали в сентябре. А мы приехали в сентябре, и было-было очень-очень жарко, я помню. Было даже плюс 40 градусов. И мы тогда приехали к Бурдж-Халифе, чтобы увидеть Бурдж-Халифа. Вышли на станции метро Дубай Молу. И вот Бурдж-Халифа, знаете, такой оптический обман, она стояла очень-очень близко. И мы пошли. И на самом деле это очень далекое расстояние, и очень-очень жарко идти туда. Но они сделали очень гениально. Они сделали переход, который соединяет станцию метро, вот эту станцию метро, и Бурдж-Халифу и Дубай Молу. То есть, приехав на метро на станции Дубай Молу Бурдж-Халифа, можно теперь не идти по улице, где жарко, или не ехать на автобусе, а можно спокойно пройти по новому переходу, который снабжен большими окнами, кондиционерами, что довольно очень-таки комфортно. Если вы хотите посетить Бурдж-Халифа, то я вам рекомендую приехать на метро и выйти на станции Дубай Молу и Бурдж-Халифа, и идти по этому переходу. И вы благополучно дойдете до тех самых известных поющих фонтанов, и до здания известного самого высокого Бурдж-Халифа. Вот, как вы видите, очень много людей пользуются этим переходом. И вот так вот мы и идем. Хочу сказать, что здесь они очень быстро построили этот переход. Когда мы только приехали, он был в стадии строительства, и буквально за несколько месяцев они уже его запустили в работу. Ну и, конечно, люди строили очень-очень быстро. Вот так как переход довольно длинный, поэтому для удобства, как вы знаете, в Дубае все сделано для людей, сделали вот такие вот движущиеся дорожки, по которым можно тоже идти, и перемещение будет более быстрым. Вот мы уже прошли. Очень здесь красиво, чисто, приятный свежий воздух, кондиционеры, огромные окна, что позволяет видеть нам здания за окном, машины, как едут. Вы можете увидеть, если вы вперед посмотрите, то длинный-длинный переход еще впереди нас ждет. Не знаю, сколько времени мы будем идти. Но, тем не менее, все равно удобно. Конечно, если вы не любите ездить на метро и ходить пешком, то стоит, конечно, взять такси. Все таксисты города знают это место. Вот скоро мы, наверное, уже дойдем. Хочу сказать, что это место любят не только туристы, но и резиденты, местные жители. И с удовольствием посещают. Вот мы уже, видите, подходим к Бурдж-Халифе. Вот она видна. Знаете, как было у нас, когда мы приехали в Дубай? Мы столкнулись с таким оптическим обманом. Здание выглядит совсем-совсем близко. Но когда ты решаешь дойти до него пешком, тебе приходится идти очень-очень долго. Потому что это такой оптический обман. Здание большое, его видно хорошо, и кажется, что оно вот-вот здесь находится. Вот вы можете видеть Бурдж-Халифа прямо перед нами. Но на самом деле до нее здесь довольно-таки далеко. Еще вон впереди, если можно увидеть целый переход. Длинный-длинный. Вот мы с вами едем-едем-едем в далекие края. И приехали уже совсем скоро. Подъезжаем мы к Дубайм-Молу. Ну вот вы можете увидеть, там вдалеке как раз и виднеется известный Дубайм-Мол. К нему мы сейчас уже скоро подойдем, и вы можете увидеть его. А вот здесь я хочу вам показать, вот видите, статуи. Здесь местные жители изображены, мужчина и женщина в национальной одежде. А вот там вот вдалеке, если вы увидите, есть фонтаны. И есть даже небольшая шутка. Когда мы первый раз приехали в это место, мы почему-то подумали, что это и есть эти поющие фонтаны. Но это обман, друзья. Вам надо зайти за Бурдж-Халифа, и там уже будут поющие фонтаны. Вот Бурдж-Халиф такая красивая, высокая. Кстати, с этого перехода очень даже красиво она смотрится. Открывается замечательный вид. Вот вы можете уже совсем близко увидеть Дубайм-Мол. Мы уже совсем близко подошли. Вот нам осталось дойти еще 200-300 метров. Вернее, не дойти, а доехать. Потому что мы в Дубае очень обленились, и ходить мы уже не умеем. Вообще, в этом переходе чувствуешь себя, как будто находишься в международном аэропорту. Настолько все чисто. Ездят дорожки, светло, много огоньков. За окном пальмы. Мне очень нравится. Все здесь в Дубае сделано для того, чтобы людям было удобно и комфортно. Об этом, кстати, замечала не только я. Недавно мы встречались с участниками нашего проекта InDubai. И они нам тоже сказали, они приезжали сюда недавно. И сказали, что после того, как они посетили Дубай, они поняли, что в Дубае действительно все до мелочей сделано для людей. Для того, чтобы людям жилось комфортно. На самом деле, здесь строят не просто так, а даже самый простой переход выглядит, как действительно произведение искусства. Вы можете увидеть, как он выглядит. Он сделается дизайнерски. Видите? Кстати, если вы были в этом переходе, напишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Насколько он вам понравился или, может быть, не понравился. Ну все, вот мы и переехали в наш любимый Дубай Молл. Вот вы можете увидеть, написано как раз вывеска, это вход в Дубай Молл. Спасибо, что посмотрели видео про переход. И с вами была Анна, специально для проекта InDubai. Оставайтесь с нами, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok